Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео я вас приглашаю в волшебный, потрясающий мир бюджетной белорусской косметики. Сегодня у нас будет замечательная белорусская косметика, что нам еще нужно? И кроме того, у нас будет несколько белорусских аналогов люкса, представляете? Ой, белорусские производители что-то радуют, радуют в последнее время. Правда, и расстраивали они в предыдущих моих видеороликах достаточно, так что, видимо, время пришло все-таки нас и порадовать. Итак, давайте начинать. А начнем мы с чего бы вы думали? С лаков для ногтей. Почему-то меня все время спрашивают, какой у меня лак для ногтей. На данный момент у меня на ногтях вот такой вот лак от бренда Luxe Visage, и это лак, который называется Nude. У них там целая линейка разных вот этих нюдовых лаков, какие-то более нюдовые, какие-то менее нюдовые. Я еще заказала себе вот такой вот оттенок, мне тоже кажется, что очень классный. Я обожаю с недавних пор белорусские лаки, потому что они, как и все белорусское, хорошие и недорогие. И помните, я вам рассказывала про потрясающую вещь, железный укрепитель для ногтей от бренда Relui, который классно укрепляет ногти. И, в принципе, он имеет вот такой же примерно цвет, как этот лак. Стоят такие лаки прям вообще как-то совсем недорого, поскольку-поскольку по 123 рубля. Но надо сказать, что они, ну, не самые стойкие из тех, какие вообще возможны в природе. Если их наносить на какую-то базу, на тот же железный укрепитель, будет намного лучше. У меня они держатся где-то дня три, но я мою посуду постоянно без перчаток, поэтому я думаю, что это, в принципе, очень даже неплохой результат. Ну и цвета, вот прям в этой линейке очень красивые цвета. У меня такое впечатление, что, знаете, куда-то пропали вообще нюдовые лаки у, там, каких-то производителей, типа Салли Хэнсон, или вот таких вот, которые есть в магазинах. Почему-то их как-то меньше как будто стало на витринах, но белорусские производители выручают. А еще хочу вам показать один лак, который тоже заказала в порыве на все нюдовое, но он мне совершенно не понравился. И это лак, который называется гель за одну минуту от бренда Belor Design. Он стоил всего 95 рублей, здесь еще такой футлярчик, прям такой флакончик хорошенький, красивенький, но почему он мне не понравился? Потому что он слишком густой, возможно, он какой-то, знаете, уже постоявший просто был, но он просто так трудно тянется. Это вот эта категория гелевых лаков, ну то есть это обычный лак, это не гель никакой, ну в общем, когда что-то между-между. И вот, знаете, он прям такой густой и сложно, сложно им пользоваться, просто потому, что если вы там первый слой как-то чуть-чуть у вас с полосками нанесся, то второй, ой, вообще пойдет все полосато, просто как будто у вас какая-то пашня на ногтях, а не лак нормальный. Поэтому вот нюдовые понравились, а тот, который от Belor Design, типа, одна минута, совершенно не понравился. Я думаю, что вы уже ждете, что же там по поводу аналогов люкса. Ой, давайте сейчас мы перейдем к этому, но сначала хочу вам рассказать про вот такую тушь, пышные реснички с ароматом розы. У меня есть глубокое подозрение, что я когда-то пробовала вот эту тушь с ароматом розы, но я очень в этом сомневаюсь. То есть, видите, как с одной стороны я подозреваю, но с другой стороны у меня есть очень-очень серьезные сомнения по этому поводу. Но в любом случае, саму тушь пышные реснички я обожаю. Это одна из лучших тушей вообще, какие есть на этом свете. Учитывая, что она еще супер бюджетная, это просто вот-вот всем. Всем надо попробовать эту тушь хотя бы раз в жизни, даже если вы мужчина и не думаете о том, чтобы красить ресницы. Попробуйте, может быть, все изменится после того, как вы испробуете, что же такое эти пышные реснички. Ну, конечно, я шучу, хотя, в общем-то, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. И вот такая тушь стоит 255 рублей. Если вы знаете классическую тушь пышной реснички, то она с не силиконовой щеточкой. У нее щеточка такая немножко закругленная и обычная такая, пушистенькая. У этой туши другая щеточка, вот с такими вот шариками. Она-то меня и навела на подозрение, что я как будто ее уже однажды пробовала. И даже как будто она мне не понравилась. Но сейчас я настолько ее оценила, она такая... Во-первых, она пахнет розой. То есть это настоящий прям аромат вот этой болгарской розы. Типа, знаете, такой вот не сладкий, а какой-то немножко с горчинкой такой серьезной, серьезной розой. Она восхитительная. Она настолько делает ресницы красивыми. Они такие, знаете, пышные. Они вот прям идеальные. Они и подвиды. И вы можете их выставить, как вам надо. В общем, эта тушь, вот здесь всякие у нее награды, награды. Это вообще не зря. Если бы у меня были какие-то свои собственные награды, я бы их ей дала все. А почему нет? Почему у меня нет никаких наград? Давайте вот наградим ее хорошим спонжем. Чем-то еще наградим. В общем, награды обязательно должны найти эту тушь. Так, ладно, давайте уже про какие-нибудь из аналогов люкса поговорим. Потому что я знаю, все ждут. И у меня уже есть тут подсказочки некоторые, которые лежат на столе. Попробовала новый лайнер от бренда Люкс Визаж, который называется Мат Тату. Это, ну, в общем, понятно, да? Это лайнер. И здесь совершенно точно они пытались сделать аналог лайнера, который называется Тату Лайнер от Кэт Фон Ди. То есть, посмотрите, здесь, в общем-то, даже, мне кажется, комментировать не надо ничего. Потому что очень-очень похожие упаковки. И, в общем, понятно, на что это был намек. Есть некоторая разница в этих лайнерах. Дело в том, что у Кэт Фон Ди кисть, то есть это не фломастер, это именно кисть. Это восхитительный лайнер, который я обожаю. Он стоит больше 1000 рублей, сейчас точно не помню сколько, но где-то от 1000 до 2000 он обычно стоит в магазине Сифора. И у Люкс Визаж замечательный совершенно лайнер, но в формате карандаша, фломастера. Это не самый мой любимый формат, но сам лайнер так хорош, так хорош. Во-первых, это редкий случай, когда лайнер от белорусского производителя водостойкий все-таки. Он не такой убийственно стойкий, конечно, как лайнер от Кэт Фон Ди, потому что этот лайнер вы можете намочить и потом тереть еще вот так рукой, и он у вас не сотрется. Это, вот знаете, просто уровень какой-то корейской подводки, которая просто неубиваемая. Здесь, конечно, если вы его намочите, вы можете его потереть пальцем, и на какой-то раз он у вас сотрется. Но, в принципе, воду он выдерживает. То есть он, по крайней мере, ну как бы водостойкий-влагостойкий. Вот если прям тереть будете, тогда уже сотрется. Он такой черный, такой насыщенный, хорошо рисует, все удобно, замечательно. Если бы еще была кисточка, как у Кэт Фон Ди, это было бы вот прям вообще стопроцентное попадание в этот аналог люкса. Но и так, все равно это, ну знаете, они старались сделать аналог, и у них, в принципе, получился, потому что лайнер очень хороший. Следующий аналог, аналог, это у нас бальзам для губ. Бальзам для губ от Clorance. Показываю вам оригинальный бальзам, который я просто обожаю. Это один из моих самых-самых любимых бальзамов-блесков для губ вообще за все время. И у Белиты появились вот такие вот бальзамы-блески для губ, которые безумно на них похожи. Они тоже такие, знаете, приятные, увлажняющие. Как и этот, здесь есть чуть-чуть такое ощущение липкости. Ну то есть, знаете, оно настолько минимальное, ну прям совсем немного. И они так красиво смотрятся на губах, они так красиво подсвечивают губы. У меня сейчас на губах вот этот 0,2 оттенок. Ну он такой больше даже прозрачный. Немножечко в нем можно найти какой-то цвет. Ну там прям совсем такой минимальный этот оттенок. И второй, который вот прям совсем похож на эти классические клоранцевские бальзамчики в оттенке 0,3. Выглядит он вот так. И они еще ароматизированные, причем ароматы у них немножко различаются между собой. Замечательные бальзамы, очень понравились. И такие бальзамы стоили 188 рублей они стоили. Восхитительная просто находка и новинка. И вот эта линейка вообще у них какая-то очень интересная. У Белиты, Лап Кала, я видела, что у них еще есть румяна на их белорусском сайте. Но, к сожалению, в России они почему-то еще не продаются. Но у них продаются очень занятные новые тональные основы тоже в этой линейке. Дальше у нас не аналог люкса, а мог бы быть, просто, знаете, ничего похожего не нашла. Это новые тени Пикассо от Релуи. Как некоторые хотят, чтобы его называли исключительно Пикассо. Но давайте уж на русскоязычный манер, Пикассо будем называть. И здесь у меня два оттенка 05 и 04 оттенок. Их там не очень много вообще цветов, но уже многие дико расхвалили эти тени. И я с ними согласна, потому что тени реально замечательные. Они, во-первых, очень яркие, они стойкие, они замечательно растушевываются. В них вообще, мне кажется, нет никаких минусов. Ну, может быть, вот только то, что у меня только сияющие оттенки. Мне кажется, они вообще, в принципе, только сияющие. Там были в этой новой линии. И мне очень понравился синий оттенок тем, что он не серый. То есть он не тушуется вот в какой-то грязный такой, знаете, серовато-непонятный цвет. Он прям по-настоящему синий. Видите, даже на краешках можно посмотреть, что здесь нет какой-то вот этой сероватой, грязноватой базы. А вот этот вот оттенок, который называется Dusty Rose, ну, не знаю, почему его так назвали, он вроде не розовый особо, 05, он вообще волшебный. Я обожаю просто такие цвета, какие-то, знаете, лилово-золотисто-серебристые. Вот это вот прям мои самые-самые любимые оттенки. Я бы с удовольствием таким цветом просто всю жизнь красила глаза. Восхитительные тени, сияющие, красивые. Все с ними замечательно. Так, что у нас дальше? Дальше обнаружила я тут, что я куда-то делала свою скульптурирующую пудру от Reluie. Я давным-давно, какие-то кошачьи волосы везде, просто повсюду, давным-давно вам ее рекомендовала. И увидела, что у меня ее почему-то нет. Искала-искала, думаю, ладно, просто закажу ее заново. Это универсальная текстурирующая, господи, что я говорю, какая текстурирующая, скульптурирующая пудра в универсальном оттенке, который подходит всем. И блондинкам, и брюнеткам, и рыжим, вообще любому совершенно типу внешности, цвету кожи. Ну, конечно, не совсем темному подойдет вот эта вот скульптурирующая пудра. Очень-очень-очень хорошая. Можно ее применять для скульптурирования лица. Можно для того, чтобы ее использовать вместе с какими-нибудь тенями. Замечательная вещь. И я помню, что они, когда ее запустили, это был прям у них такой сильный стратегический запуск у Reluie, потому что это вот было что-то такое новенькое. И в белорусской косметике такие скульптурирующие пудры. Дальше тоже от Reluie, тоже из этой линейки Reluie Pro, Lip Glass. Это аналог мака. Тоже у них есть Lip Glass, типа как стекло для губ. Это замечательный, восхитительный блеск для губ, который вы можете также использовать, если вы являетесь поклонником вот этих вот всех влажных макияжей. Типа, знаете, тени какие-нибудь нанесли на веко сверху, сделали вот этот вот Lip Glass, но тогда ожидайте, что у вас все прилипнет, просто ресницы прилипнут к вашему веку, и такой макияж, он хорош для каких-то фотосессий, но, конечно, абсолютно неносибелен в жизни, по крайней мере, долго. Вы его не сможете носить, у вас просто все растечется. Чем хорош этот блеск? Он очень плотный, он достаточно на самом деле жирный, но при этом он безумно какой-то стойкий. То есть у вас губы как будто запаяны в этот блеск, он блестит, он такой как будто виниловый, просто супер классный и действительно очень похож на оригинальный вот такой вот блеск от мак. Поэтому это замечательный аналог, и он тоже был прям совсем недорогой, стоил он 167 рублей. Так что Reluie молодцы, кстати, может они вот это вот все тоже делают под мак? Но вполне возможно, что они под мак вот эту линейку Reluie Pro и делают. Так, что у нас дальше? Дальше у нас несколько тональных средств. Ай нет, я еще не готова к серьезному разговору про тональные. Потому что про тональные всегда, всегда серьезно и долго. Заказала себе от Luxe Visage новую кисть. У меня была вот такая вот кисть от них растушевочная, и она совершенно фантастическая. Я никак не могу от нее клей для ресниц очистить. Уже сколько стараюсь, как-то он намертво прилип. Наверное, надо просто отрезать вот эти небольшие волосочки. Одна из лучших растушевочных кисточек вообще в моей коллекции. Я ее очень люблю, она замечательна во всех смыслах. Помните, я вам как-то рассказывала про восхитительные просто кисти от Reluie? У них есть очень хорошая линейка кистей, дешевых и потрясающих. И у Luxe Visage тоже есть. Но разница в том, что почему-то кисточки от Luxe Visage намного реже встречаются в продаже. Они тоже супер бюджетные и абсолютно, абсолютно феноменальные. Если вы где-то увидите вот кисть, которая вам нужна по форме от Luxe Visage, то я вам советую ее купить, потому что они просто куда-то все время улетают. Ну, в смысле, раскупаются, а не то, что они вылетят у вас там из вашего стаканчика под кисти и куда-то отправятся, не знаю, на родину, наверное. Вот такую вот новую кисть я купила. Это кисть-карандаш. И с удовольствием ее уже попробовала. Ну, замечательная кисть-карандаш. Это все, что о ней можно сказать. Очень рада такой покупке. И стоила она тоже как-то сильно недорого, как и все кисти из этой линейки. 206 рублей стоила эта кисточка. Я ей очень довольна. Дальше у нас, наконец-то, тональные основы. От Белиты. Вот это вот новая их линейка, которая называется Labcala. У них вышли тональные основы, суперстранные на самом деле. Это тональные основы, которые называются матирующая жидкая пудра для лица. Они есть в пяти оттенках, точнее, в четырех оттенках. И один еще есть бесцветный. Этот бесцветный, что представляет собой, это, знаете, как такой матирующий крем, что ли, просто. Он немножко увлажняет, и он абсолютно не имеет никакого цвета. То есть вы просто вот так вот его наносите, он беленький. И потом он надолго и хорошо матирует кожу. Вот такой вот просто приятный, и кожа становится матовой. То есть действительно такой эффект, типа, как вот матирующий, прозрачный, абсолютно пудры. Ну ладно, с этим понятно. Как бы здесь уже каждый для себя сам выбирает, насколько вам нужна пудра в формате крема. Но вот эта пудра в формате крема, да, правильно сказал. Думаю, крем в формате пудры. В принципе, это одно и то же здесь получается. И вот такой вот цветной более интересен, потому что это просто очень хороший тональный. Ну такой, конечно, он легкий тональный. Типа, знаете, как у белорусских производителей, днем с огнем не сыщешь там какого-то плотного покрытия. Это прям редкие какие-то случаи. Матирующий тональный крем. Тоже надолго матирует. И сейчас не пугайтесь, что он такого оттенка. Это самый светлый, кстати, оттенок. Потому что он сейчас подстроится. Вот так вот я его растушевываю. И, в принципе, все. Он активненько так подстраивается под тон кожи. И матирует замечательно. И на коже лежит замечательно. Но снова вас предупреждаю, что это, конечно, легкое покрытие. Такое легкое-среднее. Там можно постараться какое-то средненькое себе сделать. Но плотное, конечно, нет. И если вы хотите перекрывать какие-то там прыщики с его помощью, то это у вас не получится. Вам тогда, конечно же, нужен консилер. Или какое-то более плотное средство. Дальше еще от Белиты тоже есть вот такой крем-корректор тональный для проблемной кожи. Насколько я знаю, он очень популярен. Но, честно говоря, я его вообще не очень поняла. В принципе, у меня такое впечатление, что это вот одно и то же примерно. И вот это какое-то классическое средство. Но он очень темный. И он не подстраивается под мой оттенок кожи. То есть он прям такой сильно-сильно темный. И он вроде как крем-корректор. То есть я сначала подумала, что это даже не тональный. И что это консилер. Ну, по сути, да. Чтобы какие-то конкретные моменты такие маскировать. Но вот, к сожалению, здесь с оттенком все намного хуже. Так он реально неплохой. Он матирующий. Он хорошо смотрится, в принципе, на лице. Но оттенок, в отличие от вот этого новенького, не подстраивается под меня. И вот такой вот примерно и остается. И я немного удивлена, что у него такие хорошие отзывы и такие хорошие рейтинги. Потому что мне кажется, что он прям сильно-сильно темный. Учитывая, что это самый-самый светлый цвет. Дальше у нас вообще прям моя любовь. Это очень странно. Но мне действительно он понравился. Это тонирующий BB-крем Блюр с экстрактом... Господи, что я говорю? С эффектом Кашемира. С эффектом Кашемира. Это целая линейка у Белиты Витекс. Или просто у Витекс. Там не поймешь, в каких они отношениях между собой. И это средство для кожи 45+. То есть я вообще совершенно на это не обращаю внимания. С удовольствием им мажусь. Что это такое? Это супер легкий тональный крем. Ну, скорее BB-крем тоже. Потому что он, знаете, такой совсем прям... Прям совсем BB. Легкий, увлажняющий, приятный. Идеально просто распределяющийся. Он чуть-чуть матирующий. Но в то же время он оставляет после себя такое сияние. И он такой приятный. Он так хорошо выравнивает общий тон кожи и текстуру. Мне просто безумно понравился. Безумно понравился. Вот так он выглядит. И у него есть одна такая обманочка в конце. Такой небольшой сюрприз. Дело в том, что когда он полностью у вас высохнет на коже, он немножко имеет финиш, как у герленовских метеоритов. То есть вот как у пудры герленовских метеоритов, есть какие-то крошечные, просто крошечные, по-настоящему серебряные блесточки в нем. Видимо, это вот этот вот эффект сияния, который он дает, потом в них трансформируется. И у вас получается реально лицо, как будто вы напудрились метеоритами. Это странный эффект, но я уверена, что он тоже очень многим сильно-сильно понравится. Дальше что у нас? Дальше у нас несколько средств от Мастиш. И потом уже перейдем к уходовой косметике. Но в принципе мы уже с вами говорим про уходовую косметику. У бренда Мастиш, это бренд белорусский, который как будто очень сильно косплеит корейскую косметику. У них вышла новая линейка. Ну, видимо, просто они там как-то обновились сильно. И вот у них вышел, например, вот такой вот сезонный, всесезонный энзимный пилинг. Здесь все по классике, как с этими энзимными пилингами. Здесь в составе у нас папаин, дальше наш любимый алантаин, петрушка и что-то там еще. Ананас, огурец, да. Ну, в общем, экстракт ананаса и огурца. Это химический пилинг, но такой очень легкий. Прям мега легкий. Именно поэтому они его, видимо, назвали всесезонным. Потому что, ну, даже такие пилинги для домашнего применения не рекомендуется применять. Например, летом. Многие, потому что это не очень хорошо. Там гиперпигментация может у вас возникнуть. Но это совершенно потрясающее средство, если вы любите прям очень мягкие пилинги. Его как нужно наносить? Я сначала подумала, что, наверное, как у Худы ее вот этот вот новый пилинг, тоже который энзимный, тоже на основе ананаса. То есть вы его наносите и потом вот так вот делаете, как просто какую-то скатку. Но это не скатка, это именно просто жидкое средство. Давайте тоже покажу, как он выглядит. Но, в принципе, выглядит он просто как вот такой вот гель. И потом он в скатку не превращается. Это меня даже немножко расстроило, что он не превращается. Я-то думала, может, все-таки, может быть, все-таки. Но нет. И он делает прям очень легкий поверхностный пилинг лица. После этого лицо не красное, а чуть-чуть, чуть-чуть розовое. Так что, если вы любите такой мягкий эффект, вам понравится. Следующая это их линейка Happy Skin, в которой вышло несколько разных масок для лица. И я успела купить только вот такую питательную маску, потому что их тоже как-то очень быстро все раскупают. Они здесь отмечают как ведущие компоненты масла, ши, какао и жжоба, также церамидный комплекс, спантенол и витамин Е. Мне очень понравилась эта маска. Тем более, вчера у меня был день большого тестинга самой разной косметики, в течение которого я накрасилась и все смыла где-то 4 или даже 5, по-моему, 4 все-таки раза. И вот эта вот вещь меня просто спасла после этого, потому что она настолько напитывающая, она настолько прям, знаете, такая масляная, плотненькая масочка, которую с огромным удовольствием можно сделать вечером, лежа в ванной, вообще расслабившись, если у вас сухая или пересушенная кожа. Это, кстати, актуально и зимой, и летом, если вы куда-то отправились на пляж, и у вас там немножко лицо подсохло от загара. Но не знаю, случится это или нет, надеюсь, что все-таки случится, не подсохшее лицо, а пляж, и эта маска вам поможет. Но мне прям действительно очень понравилась маска, она замечательная. Дальше еще заказала вот такой вот корректор, это спот-корректор, тоже от Мастиш, но, к сожалению, пока не смогла его попробовать, потому что пока что у меня не было достойного применения, достойного, знаете, местечка, где я могу этот корректор применить. Здесь в составе масло чайного дерева, салициловая кислота, эфирные масла лаванды и мяты, амфор и ментол, и какие-то еще натуральные экстракты. Выглядит это просто как обычный вот такой спот-корректор, то есть вы должны на прыщик на свой воспаленный взять и вот так, хопа, и нанести. И написано, кстати, на упаковке, что можно его замечательно применять под макияж, то есть он должен как бы сглаживать еще вот это место, где он нанесен. Но это тоже такая чисто корейская тема, потому что в корейской косметике таких вещей очень много. Кстати, у него прям по-настоящему ядреный запах вот этой вот всей смеси, которую нам обещали на упаковке, поэтому если вы чувствительны к таким запахам, типа амфора и вот эти вот все вещи, масло чайного дерева, лучше его не покупать, он очень сильно пахнет. Ну, в общем, попробую его, когда у меня будет возможность какая-нибудь, и расскажу вам более подробно. Еще купила вот такое вот сбитое мыло, скраб для тела, которое называется Spicy Citrus, от кого это? От Белита. И оно мне, в принципе, понравилось, потому что это очень необычная вещь. Это именно мыло со скрабом внутри, то есть оно такое плотненькое, и когда вы его наносите, оно начинает бешено просто пениться, просто какую-то огромную пену дает, и скраба здесь достаточно много. После него кожа чувствует себя замечательно, очень увлажненный, очень приятный, но единственный минус лично для меня. Здесь такая душка, знаете, типа как цитрус, что-то между лимоном и даже грейпфрутом, но когда вы моетесь, вам кажется, что вы моетесь немножко средством для мытья посуды, то есть лимончик-то там сильнее, сильнее угадывается, чем грейпфрут. Но, в принципе, вещь хорошая, и я проверю, если у них есть другие ароматы, то я думаю, что я тоже попробую их. Бальзам глазурь для волос, эффект глазирования, глазирования, наверное, так? Правильное ударение ставить в этом слове, розовая вода от Белиты. Все-то у нас от Белита, ну, потому что они, наверное, самые крупные. И это просто бальзам из вот этой линейки. Кстати, помните, я вам показывала несколько средств из этой линейки розовая вода? Они, в принципе, очень симпатичные, и в составе там гидролат розы, как правило, во всех этих средствах. Ну, такой, на самом деле, достаточно обычный бальзам для волос. Его просто очень сильно хвалят на сайтах, где продается белорусская косметика, поэтому я решила, ну, чтобы не попробовать, но что-то как-то я не почувствовала вот этого эффекта того самого на волосах. Ну, как бы обычный, обычный, неплохой, действительно, бальзам. И самое последнее, это бальзам-кондиционер для волос с кашемиром и биотином. Это вот эта линейка с кашемиром. Помните про вот этот вот 45+, биби-крем я вам рассказывала? Но вот это как бы ее предшественник далекий, который был раньше. Вот такой вот бальзам еще продается в виде маски здоровой, в которой просто больше объем. Маски в виде банки, вот такая вот большая банка, стоит в таком формате 80 рублей. Представьте себе, в формате банки стоит, по-моему, рублей 120. И это восхитительный просто бальзам для волос. Тут такой запах, такой потрясающий аромат. Я не знаю, что это такое, но он меня околдовывает. Но он такой, это парфюмерная какая-то одушка, то есть здесь нельзя сказать, что это пахнет какими-то цветами или там фруктами какими-то. Ну, в общем, такая восточная, что ли, даже она, но в то же время достаточно свежая. Восхитительный бальзам, который очень хорошо разглаживает волосы. После него волосы мягкие, блестящие, гладкие и все с ними замечательно. Поэтому я теперь его огромная-огромная поклонница. Ну вот, вот такие вот были у нас сегодня находки замечательные. Я прям рада, что у меня так много нового, классного и интересного. И действительно, люксовые аналоги были. И замечательная тушь была. Я надеюсь, что что-то из этого вам приглянулось, что-то из этого вам понравилось. И желаю вам сегодня замечательного настроения, чтобы вас окружали самые потрясающие запахи цветов. Тем более, что цветы уже вовсю цветут. Восхитительное, романтичное настроение, чтобы у вас было. И, в общем, чтобы вы сегодня увидели во сне что-то хорошее. К чему бы это я сказала? Ну, в общем, как-то цветы, запахи и волшебные сны. Все вместе, чтобы у вас сегодня было. Спасибо вам и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!